Мандалорец И у нас, наконец, появился ответ на этот вопрос. В сеть попали официальные подробности того, каким должна была быть новая трилогия от Маэстро. Каким образом Дарта Вейдера собирались воскресить? Что произошло с джедаями? И кто на самом деле был избранным? Ответы на эти и многие другие вопросы вы узнаете прямо сейчас. Кстати, а как вы думаете, сможет ли в будущем киновселенная вновь обрести былое величие? И что именно может помочь ей это сделать? Обязательно поделитесь мыслями в комментариях. Ну а мы погнали! Начиная с самого анонса, новая трилогия вызывала лишь опасения у поклонников звездной франшизы. Аккурат с 2012 года Дисней встряли в серьезнейший кризис идей. Его суть сводилась к одному – найти то, что когда-то имело популярность, и вновь вернуть это на экраны любым доступным способом. В 2013 году вышел «Университет монстров», продолжающий оригинальную идею Майка и Салли. Чуть позже появились самолеты от создателей тачек. Таким образом, Дисней запустили бесконечный конвейер ремейков, перезапусков, приквелов или сиквелов картин, что были когда-то популярны. Все это, увы, продолжается и по сей день, и «Звездные войны» никак не могли миновать беспощадный конвейер. Так, в производство был запущен седьмой эпизод с подзаголовком «Пробуждение силы». Также было сразу объявлено, что эта часть будет первый сценарий, который не напишет сам Лукас. Конечно, Джордж остался креативным советником, однако весь груз ответственности за содеянное был с него снят. Конечно, в наши дни для полного погружения в атмосферу фильмов и сериалов требуется качественное и современное устройство. Стоит вспомнить тот же финальный сезон «Игры престолов», в котором битва за Винтерфелл разделила весь мир пополам. Кто-то полэпизода просто пялился в черный экран, в то время как другие счастливчики наблюдали одну из лучших экшен-сцен в истории. Хотите быть в их числе? Тогда смартфон Realme 7 Pro обязательно должен стать вашим гаджетом. Его уникальный обновленный AMOLED-дисплей позволит по-настоящему прочувствовать всю палитру красок и увидеть каждую царапинку на шлеме Мандалорца. А диагональ экрана в 6,5 дюйма подойдет каждому, кто любит наслаждаться контентом на полную. В дополнение ко всему в Realme 7 Pro установлена инновационная система Dolby Atmos, благодаря которой любой фильм, запущенный вами на смартфоне, будет напоминать по ощущениям поход в качественный кинотеатр. Динамики подают звук равномерно, с четкой установкой баланса посередине, создавая объемное звучание. Также Realme 7 Pro оснащен 65-ваттной зарядкой, благодаря которой смартфон с нуля и до 100% заряжается чуть больше, чем за полчаса. А в компании с трехмодульной камерой аппарат и вовсе выглядит идеальным за свои деньги. Хотите приобрести гаджет будущего? Тогда скорее переходите по ссылке в описании и заказывайте Realme 7 Pro для качественного просмотра кино и сериалов, где бы вы ни находились. Наверняка вы и сами знаете, какими вышли последние эпизоды. Несмотря на вполне сносные сборы, восьмой и девятый фильм получили достаточно противоречивые оценки от зрителей. Причем позже Скайуокер Восход еще и вляпался в скандал с Rotten Tomatoes, из-за чего стало известно о том, что оценки финального эпизода сильно накручены. По непонятным причинам создатели новой трилогии решили пойти на поводу у современных трендов и детских рейтингов Дисней, вместо того, чтобы дать фанатам то, чего они хотели. Но каким могло быть продолжение, если бы сам Джордж Лукас взялся за работу? Хм, согласно новой книге Star Wars Archives Episodes 1-3 The Prequels, видение новой трилогии у праотца Звездных Войн могло быть совсем иным. События нового фильма должны были начаться почти сразу же после возвращения джедая. И вместе с главными героями зрители достаточно быстро становятся свидетелями того, что именно произошло с Империей после распада. Согласно книге, имперское устройство окажется гораздо глубже, чем мы видели в оригинальной истории. Существует множество нижних уровней, своеобразных ответвлений, штурмовиков, которые основали свои собственные планеты и установили диктаторские порядки. Эти идеи весьма похожи на те, что сейчас использует Мандалорец. Мов Гидеон яркий пример того, как для многих жителей Галактики падение Империи не произошло с уничтожением Ситхов, а высшие чины организации после ее распада возглавили отдельные подразделения разрозненных штурмовиков. Также, чтобы у вас не возникало определенной путаницы, стоит уточнить, что сейчас речь идет о той самой трилогии, что планировалось Лукасом еще до появления приквелов. Таким образом, со временем они бы получили нумерацию седьмого, восьмого и девятого эпизода, и все выглядело бы примерно точно так же, как сейчас, за исключением отсутствия шедевра с Байега в главной роли. Помимо этого, Лукас планировал возродить Дарта Мола и наделить его сюжетной аркой, что была у Палпатина. Мол должен был стать главным злодеем новой трилогии, а его верной помощницей была ученица Дарт Теллон. Она должна была стать новым Дартом Вейдером. Что интересно, разрабатывалась целая концепция Ситха в изгнании и его воспитание новой ученицей. И эта парочка должна была стать настоящим злом вселенского масштаба. И как приятный бонус, в конечном итоге Мол присваивал себе титул крестного отца всей преступности в галактике. Ситх долгое время скрывался в тени, но после поражения Империи ему с легкостью удалось захватить власть. Согласитесь, что это идеально бы вписывалось в концепцию вышедшего сольника Хана Сола, где Дарт Мол жив и возглавляет преступный синдикат. Все эти идеи вполне похожи на то, что мы увидели в мультсериале «Войны клонов». Конечно, слегка в меньшем масштабе, однако развитие сюжетки столь известного Ситха было очень тепло принято фанатами мультсериала. Но больше всего изменения касались судьбы Люка и Леи. Вполне логично, так как на момент премьеры «Возвращения джедая» в 83-м году Хэмилл и Фишер с Фордом были на вершине Олимпа популярности, и не брать их в расчет наработок было глупо. Так, Люку был предначертан традиционный путь возродителя Ордена джедаев. Юный Скайуокер работал сразу на два фронта. На первом он взял под крыло парочку двух-трехлетних чувствительных к силе детей и начал их обучение, понимая, что именно юнлинги – будущее падшего Ордена. С великим трудом восстановление удастся, но на это у Люка уйдет 20 с лишним лет. То есть, новая трилогия имела в планах старить главных героев, одновременно с этим проворачивая взросление нового юного поколения, как это было с Энакином в разных частях приквелов. Вторым фронтом Скайуокера стал бы розыск выживших джедаев. Он знал, что во время приказа 66 были истреблены почти все члены Ордена, но многие сумели скрыться. Именно этому была посвящена большая часть приключений Люка. Как отмечается в самой книге, всего выживших джедаев осталось около сотни, и многих из них Скайуокеру удастся найти. Лия, в свою очередь, была главной персоной на политической арене. Пока Люк где-то там бороздил далекую-далекую, его сестра всеми силами пыталась отстроить новую республику. Она с нуля создавала новую политическую систему, попутно обороняясь от различных преступных группировок, которые, в свою очередь, хотели захватить власть. И вместе с соратниками Лия должна была взять под контроль центральный аппарат республики, который находился в руках у некой преступной организации. И все это должно было привести к тому, что Органа получила титул нового верховного канцлера, собрав в себе всю силу и ответственность за жителей галактики. Тем самым, имея предрасположенность к силе и обретя столь значительную политическую власть, она бы стала той самой избранной, о которой так часто нам говорили во всех фильмах «Звездных войн». Итого, к финалу девятого эпизода оба Скайуокера действительно получили бы свой так называемый восход. Лия стала бы главной по назначению налогов, а Люк бы возродил джедайский орден, сделав его вновь великим. Конечно, все эти глобальные изменения являются лишь набросками, вокруг которых обрастала целая трилогия. Она наверняка бы переписывалась несколько десятков раз и в конечном итоге обрела полноценный и окончательный вид со своими минусами и плюсами. Но она однозначно стала бы хитом, потому что получилось благодаря Джорджу Лукасу. В свое время у Маэстро тоже были свои проблемы в оригинальных фильмах, и глупо считать их на 100% идеальными. Но именно его видение сделало «Звездные войны» великими и известными. Таким образом, то, что нам хотел изначально показать Джордж Лукас, полностью отличается от концепции увиденного. И согласитесь, что после такого хочется задать парочку вопросов сценаристам новой трилогии. В каком именно месте они руководствовались набросками Лукаса? В той части, где где-то в космосе существуют джедаи и ситхи? Где среди этого потрясающего плана сценаристы новой трилогии раздобыли восставшего для рейтинга Палпатина и поцелуи силы? Грустно делать такие выводы, но нас действительно могла ждать абсолютно другая и намного более качественная история. А в случае с избранной Леей название «Скайуокер. Восход» и вовсе могло иметь совершенно иное значение. Да, версия Лукаса тоже немножко отдает нотками современного феминизма, но мы хотя бы имели перед собой героев с адекватной предысторией, а не мусорщицу с предрасположенностью к сильнейшим техникам джедаев. И кто знает, быть может, когда-нибудь эта самая трилогия даже может получить свое развитие, хотя бы в рамках одного фильма, что предшествовал пробуждению силы. На замену Марку Хэмилу идеально подошел бы Себастьян Стэн, а ушедшую Кэрри Фишер спокойно заменить какой-нибудь милой молодой дублершей. Рассказать эту историю не составляет труда. Главное просто, чтобы у Дисней вновь появились яйца. «Мандалорец» для них является весьма показательным проектом, давая понять, чего и в каких объемах хотят фанаты. Ну а нам остается лишь верить, что когда-нибудь Джордж Лукас вновь приложит свою руку к созданию нового фильма или сериала по «Звездным войнам». И это будет бомба покруче любой звезды смерти. До новых встреч, друзья, и да пребудет с вами Сила! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!